оси сет набро фото без горят дорогие дорогие коллеги доброе утро это валентин синицын и олег бронов с вами мы сейчас ждем когда все подключится олег тоже это прекрасное субботнее утро я бы сказал отлично особенно что мы до занимаемся таким важным занятием для субботного утра нет я всегда бы что без шуток это приятно что как этот вебинар они видите попали на наши выходные дни и тем не менее тем не менее достаточно большое количество людей заинтересовалась я вижу что число расти перестала поэтому я думаю что все кто хотели подключились ну может быть еще кто-то подключится позже мы не будем терять время поскольку мы хотим закончить вовремя примерно это займет час значит еще раз это с вами валентин синицын и олег бронов это второй вебинар по тому что такое экзамена до звания по диплом европейского где диплом радиологов структуру экзамена и подробно пробное тестирование мы с олегом его вот разделим пополам олег единственное что я сделал к этой презентации поскольку у нас были вебинары и сессии где мы рассказывали вообще про этот диплом вообще проект проект потому что смысл этого вебинара это показать пробный экзамен тизер но поскольку были общие вопросы то я вставил в начале несколько общих слайдов вообще про диплом поэтому давайте мы тогда сделаем так что я вот расскажу в первых слайдах вообще про этот проект потом олег расскажу там будут части как структуру экзамены как подготовиться а потом вот так как в тот раз значит самый экзамен комментировать опять буду я равномернее время вот и здесь есть такой раздел у себя видите на экране как чат да вы можете задавать в чате вопросы и мы в конце вебинара опять же значит посмотрим если будут в чате какие-то вопросы или будут какие-то технические неполадки вы на пожалуйста тоже значит это пишите да вот у вас в чате написано добро пожаловать на подготовительную сессию иди мы тогда начинаем да мы на мы начинаем значит и сейчас минутку меня переключить свой следующий слайд не мешает мой дэшборд я не могу понять что мне в прошлый раз у меня такого не было а все нормально все значит смотрите про европейский диплом радиолога значит этот проект начался в четырнадцатом году когда у общества который сейчас являюсь как вы знаете крупнейшим общество в мире появилось желание гармонизировать обучение рентгенологов радиологов они создали но еще до этого надо существовал давно и постоянно обновлялась профессиональный стандарт то есть описание учебная программа базовая чему нужно учиться и потом они решили что можно вот предложить что как доказательство чек освоил такую программу экзамен на европейский диплом радиолога как экзамен выдаваемый проводимым обществом сказать диплом одобрен ну я не скажу что евросоюза ну скажем у евросоюза есть такая структура как называется юмс европейский совет медицинских специалистов вот они поддержали эту программу но я скажу хотя пока он не не признается в большинстве стран европы мы об этом поговорим пока но я думаю что к этому идет он меняется улучшается и вот вы видите фрагмент скрисчета например вот сегодня видите ссылка на наш сегодняшний вебинар на русском здесь и он проходит раньше он проходил раз в год во время европейского конгресса радиологов в вене нужно записываться заранее экзамен платный он стоит 400 евро и дается скидка если он проводится во время некоторых национальных конгрессов то что ведь вот здесь внизу например эдир в стамбуле да эдир в барселоне то есть когда проходит крупные национальные конгрессы там прошлом году был во франции в париже то они для части больших национальных обществ поскольку это стоит денег организация этот экзамен по предварительному согласованию проводится во время национальных конгрессов и вот сейчас как раз почему мы начали эти вебинар идет обсуждение стоит ли его проводить то есть мы бы хотели его провести во время нашего конгресса в ноябре но мы должны быть уверены что это интересно вам что хотя бы 20 30 40 человек найдется желающих которые хотели бы в нем участвовать поскольку он занимает несколько часов он требует достаточно больших ресурсов страны европейского общества и так далее поэтому вот мы вам хотим показать что это такое честно рассказать что это зачем это нужно как его сдавать теперь значит из следующих вещей значит что нужно знать значит как я уже сказал вот на сайте мы потом все это выложим в интернет эту презентацию есть он обновился восемнадцатом году мы его переводили несколько лет назад сейчас он обновился есть базовая учебная программа рассчитанная на пять лет поэтому вот дальше вот олег будет об этом говорить ему передам слово поэтому для россиян они знают что у нас ординатура короче они говорят что мы в экзамене могут участвовать не ординаторы а врачи которые суммарно подготовки с интернатурой с ординатурой имеет суммарно четыре года но скажем или работы или обучения лучевой диагностики или вы ординаторы аспиранты в любом случае вас после вуза вы должны четыре года в той или иной форме учебной либо в рабочей иметь отношение к лучевой диагностике вот и все на сайте есть написано в прошлый раз спрашивали что читать конечно все современные сейчас у нас хорошие специалисты и российские книги все современные подходят но здесь там есть список литературы западной есть эту первую очередь вы должны познакомиться с программой что от вас требуется например дентальная радиология стоматология не входит в этот список да например ультразвук и интервенционная радиология входят в этот список и есть вот education demand внизу страницы да есть сотни записей видео лекции вебинаров которые проводил европейское общество лучше них отобраны это уникальная учебная база но нужно знать английский язык поэтому в целом конечно знание английского языка чтения но желательно потому что часть экзамена на английском языке и вам нужно знать английские термины и слова чтобы его сдать теперь вот все время возникает вопрос а зачем он нужен да и нужен ли он вообще ну если говорить грубо он конечно необязательно и можно даже сказать что можно что и наверное не нужен ну так уж чтобы уж отсекая всякие слова но с моей точки зрения он нужен потому что видите что у них написано здесь они честно пишут зачем он нужен сейчас это марка качества говорит о том что вы владеете знаниями и навыками профессиональным в этой области не хуже чем вот любое как мы же мы же не хуже да чем ваши европейские американские коллега что вашего то что вы достигли путем самообучение самообразование опыта это формализовано это отражается но ситуация идет к тому что уже в части страны этот сертификат признается эквивалентом национального первую очередь в польше они пошли такой смелый шаг сейчас насколько я знаю там на сайте это не написано но я от коллег слышал что то ли это произошло то ли обсуждается для испании для турции в арабских эмиратах берут врачей на работу которые имеют такой диплом поэтому очень много людей вот из польши как раз из арабских стран сдают этот диплом это очень важно для вашего северия я не знаю насколько честно говоря важно в россии но например очень многие наши коллеги из восточноевропейских стран несмотря на то что это не эквивалент например немецкому диплому но если два доктора ищут работу то в первую очередь конечно возьмут доктор у которого есть сертификат на европейский диплом радио еще раз говорю что я не хочу чтобы вы уезжали из нашей страны хочу вы работали в нашей стране но это диплом это важный диплом приближение не приближение равенства с европейскими стандартами и доказательства что мы ничем не хуже дают я в этом совершенно уверен что вы ничем не хуже ваших коллег вот и наверное чтобы вас не утомлять я сейчас тогда передаю микрофон олегу бронову олег структуры и советов а потом когда сам экзамен вы отдохнете я снова подключу да хорошо да уважаемые коллеги доброе утро доброе утро уважаемые коллеги еще раз собственно говоря структура экзамена до экзамен состоит из трех частей раньше он был две части его состояли из компьютерного тестирования до третья часть была устная и вот валентин генич например он принимал третью часть экзамена как экзаменатор да на протяжении определенных определенного количества времени но вот 16 года теперь все части заменились таким компьютерным тестированием первая часть это вопросы с несколькими вариантами ответов они занимают там 90 минут до вторая часть тоже занимает 90 минут это короткие клинические случаи и вот это вот третья часть которая была заменена которая заменила точнее устную сдачу да это так называемая оценка клинически ориентированного мышления это такие практически ориентированные случаи и если первые два проверяются до первую и второй и вторая часть экзамена это фактически просто кликанье мышкой до выбор определенных галочек там да правильно неправильно и это все проверяется компьютером то третья часть там есть определенные вопросы в определенные ответы которые необходимо заполнять вручную и третью часть проверяют именно рентгенологи да то есть третью часть проверяют именно люди да то есть это не машинная проверка какая-то а вот именно человеческая проверка вот ну давайте на следующий слайд у меня доступа к вашему да собственно говоря сама программа экзамена она представлена всеми практически топиками до всеми частями рентгенологии это и облиминальной радиологии и мамологии и кардиоторакальная кардиоторакальная сердечно-сосудистая все в общем абсолютной нейрорадиологии даже педиатрией ургентной радиологии есть вопросы только текстовые есть вопросы с изображениями да есть количество коротких случаев там порядка 24 да ну не порядка вот 24 и вот вопросы по оценке клинически ориентированного мышления их 10 штук да а текстовых вопросов всего 50 поэтому в общем то этот экзамен охватывает практически все что все тематики более того он охватывает все модальности да и этот экзамен для его подготовки конечно будет недостаточно знать там одну классическую рентгенологию например или к т только или там мрт да то есть здесь нужно знать все классическая рентгенология к т мрт и ультразвук в том числе и интервенционной радиологии как вы видите да по интервенционной радиологии сосудистой патологии есть небольшое количество вопросов да их немного но тем не менее с интервенцией мы тоже должны быть знакомы я думаю что можно следующий слайд значит условия для сдачи экзамена есть различия между нами и тем как учиться за рубежом за рубежом резидентура не два года 4-5 лет чаще пять лет у нас же двухлетняя резидентура да поэтому собственно говоря люди которые сдали прошли уже закончили ординатуру да им необходимо еще как минимум два года проработать или же быть в аспирантуре например до после ординатуры два года то есть чтобы общий стаж у них был четыре года есть люди которые закончили интернатуру когда она еще была до соответственно но у этих людей скорее всего стаж четыре года уже есть потому что интернатуру отменили там до 100 определенного не помню с какого года но уже отменили поэтому соответственно люди которые закончили интернатуру у них уже стаж четыре года должен быть. Когда подаешь документы на экзамен, в общем-то от тебя требуют несколько бумажек, определенных таких, в том числе бумага о том, что ты должен состоять в национальном обществе рентгенологическом каком-то, ну, например, ROR в наших реалиях, и ты должен иметь бумагу о том, что твой заведующий отделением, или же заведующий кафедрой, или же кто-то, да, кто как бы был твоим супервайзером, да, говорит о том, что действительно у тебя есть два года ординатуры и два года опыта в рентгенологии, чтобы как минимум получилось 4 года. То есть, ну, такие небольшие бумаги, они достаточно легко делаются, никакой абсолютно проблемы не составляют, но, тем не менее, как бы это вот некое такое доказательство того, что вы действительно 4 года уже имеете стаж. 4 года это вместе с, еще раз повторяю, с ординатурой, интернатурой, аспирантурой, там вот, ну, неважно, как бы, что у вас считается, но, в общем, с ним. Можно следующий. Вот, собственно говоря, это структура того тестового экзамена, который у нас будет сейчас. Есть ссылки, вот эти три ссылки, да, которые, в общем-то, ведут на эти же вопросы, на эти же экзаменационные вопросы, да, которые будут у нас сейчас, но на них нажимать как бы не надо, да, это вы можете сделать потом после нашего вебинара, в том числе после вебинара вы получите либо PDF-файл, плюс, наверное, еще будет видеозапись, да, вот, где будут, собственно говоря, эти ссылки, и по этим ссылкам вы можете самостоятельно потом пройти и посмотреть, ну, как бы, как это было еще раз. Нажимать на них не надо, но, тем не менее, вот данный экзамен, он будет состоять там с 9 вопросов, да, с несколькими вариантами ответов, например, да, с клинически ориентированным мышлением, да, вот, и, в общем-то, важно еще подчеркнуть, важно еще сказать следующий момент, что первые две части экзамена, они будут на русском, да, вопросы с несколькими вариантами ответов и короткие клинические случаи, которые мы будем представлять, они будут на русском языке, а вот оценка клинически ориентированного мышления, эта часть экзамена, она сделана на английском языке, сделана на английском языке, потому что, соответственно, проверять ее должны в European Board of Radiology, да, которая находится в Барселоне, в Испании, и, соответственно, это такое определенное, как бы, условие, да, так как все-таки экзамен на европейский диплом рентгенолога-радиолога, да, соответственно, и проверка должна осуществляться в части европейского сообщества. Следующий, там уже должны... Одно уточнение, первые две части могут быть на русском, да, мы после этих... Мы вас спросим, вы хотите первые две части на русском, может быть, вы скажете, для нас это не актуально, да, потому что все равно третья часть на английском и готовиться надо, все-таки, знаете, но, может, вы скажете, нам это неважно, на русском или на английском, просто будет меньше работы, это не будет переводиться, да, но это вопрос, если вы хотите, и будет, наберут люди назначены экзамены, их переведут, если это для вас важно. Григо, двигаемся дальше. Да, 10 советов, Олег, потому что еще раз вам напоминаю, что Олег Бронов сдал экзамен на этот диплом, поэтому он как бы говорит вот как очевидец, да, как человек, который через это прошел. Слушайте, пожалуйста. Да, ну и самое первое, это, в общем-то, читайте, что написано, да, из разряда, то есть если вы видите, что в данном задании написано, что может быть более одного правильного ответа, значит, соответственно, здесь может быть как один правильный ответ, так и четыре, там, один, два, три, четыре правильных ответов, от одного до четырех, да, поэтому читаем, что написано. Вы можете выбрать правильный ответ, и если вам не понравилось, вы можете сбросить выбранные ответы, например, то есть то, как вам это удобно, например. Извините, тут небольшая, да, Владимир Евгеньевич, можно следующий слайд? Сейчас. Значит, определение количества баллов в вопросах, да, оно выводится по некой формуле, да, то есть вы видите там ее на экране, да, суть заключается, в общем-то, в том, и на самом деле несколько вот советов, которые будут в дальнейшем, они все примерно об одном и том же, что, в общем-то, вы в отрицательные значения не выбьетесь в любом случае, потому что есть правильные ответы, есть неправильные ответы, неправильные ответы, они просто, как бы, не включаются, не включаются в общее количество баллов. Давайте следующий. Опять же, количество баллов в вопросе, где может быть только один правильный ответ, соответственно, 0, либо 1, да, true or false, как бы, то есть минус 1 не будет, вам просто не зачтут этот балл, если это был неправильный ответ, соответственно, вы просто, вам прибавят плюс 0, условно говоря, к выбранному ответу. Вот, следующий. Ну, в общем-то, мы уже про это сказали о том, что баллов меньше нуля не бывает, да, никакого вычитания, как бы, баллов там в минус не пойдет, просто не прибавят и все, можно следующий. Значит, проверка правописания. Есть часть вопросов, на которые нужно будет давать ответы путем написания. Это вот как раз сейчас условный вопрос, как бы, к тому, что мы, как мы будем проводить экзамен, да, в дальнейшем, если желающие там, да, на достаточно большом количестве будут на русском, на английском, как это все будет происходить, потому что вот эти вот, вероятно, диагнозы, они могут быть не только в третьей, в core части, а еще в другой. Но, в общем, есть spell checker, да, то есть есть проверка правописания, но не нужно заморачиваться особо с тем и вспоминать, там, не знаю, как на английском языке будет конкретно это слово, потому что, в общем-то, проверяют экзаменаторы. И когда я сдавал экзамен, экзаменаторы нам прямо так и говорили, что не старайтесь, мы за свою практику видели такие ответы, ну, как бы, такое, условно говоря, знание терминологии, да, когда люди там либо ошибались, либо просто не совсем полностью знали, как нужно писать это слово, но, тем не менее, если экзаменатор видел, что, в общем-то, мысль была верная, просто грамматически неправильная, все равно это засчитывалось, поэтому избегайте траты времени, да, на обдумывание написали ли вы грамматически правильный ответ, можно, там есть внутренний spell checker, который проверяет, правильно ли вы неправильно написали, но, в целом, все равно после этого проверяет рентгенолог. В общем, на артикл, в итоге никто не смотрит. Да, в общем-то, можно, можно, тут можно ошибаться, да. Вот, существует индикатор, прогресс бар, да, который показывает, какой, сколько времени прошло, да, сколько времени осталось, какое количество вопросов вы уже ответили, обязательно на это нужно обращать внимание, потому что там по 90 минут, да, каждая из секций экзамена по 90 минут, вы должны, как бы, понимать, сколько у вас времени осталось, успеваете ли вы, вот, достаточно ли вам времени, поэтому обязательно нужно на это обращать внимание. Можно, конечно, можно вопрос пропустить, да, потом к нему вернуться, я так понимаю. Да, 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 то есть, если вы посчитали, что там, в части, скажем так, если вы не знаете или считаете, что вы, ну, не уверены, на самом деле, в этом вопросе, вы можете пропустить его, ответить на следующий вопрос, а потом вернуться. В части этого можно, действительно, в части вопроса. Вот, есть дайком просмотрщик для некоторых случаев, да, когда есть клинические случаи определенные, да, там есть прям такой, ну, условно говоря, полноценный дайком просмотрщик с изменением окна, с увеличением, с выбором изображения, можно кликнуть, там, увеличить, да, все, так что, в общем, это прям такой, ну, не совсем прям полноценный, конечно, но, в общем, дайком просмотрщик такой небольшой, да. Дальше. Вот, есть часть вопросов, например, по поводу, и, в общем-то, в нашем тесте они будут, да, которые говорят о том, что нужно описать изменения, да, вам задают вопрос, опишите изменения на снимке, да, то есть вас не просят поставить диагноз пока, а вот просят написать репорт, написать протокол, да, исследование, вот, что вы видите, да, там, образование неоднородное, там, гетерогенное, да, там, с участками жировой плотности, ну, вот подобные вещи. И, опять же, тут вопрос, там есть проверка правописания, но вот это вот переведено, да, допустим, сейчас то, что вы видите на экране, а, в принципе, скорее всего, ну, или, возможно, это будет там на английском языке, да, например, вот эта вот часть, и, в общем-то, опять же, не нужно тратить на это слишком большое количество времени, если вы не уверены в слове. Можете спеллчекер, да, проверку правописания включить, или же писать, как вы считаете, ну, условно говоря, правильным, да, а вы все равно это будет проверять рентгенолог, то есть, ну, перекликается с советом, о котором мы уже говорили. Давайте дальше. Вот. Третья часть, вот этот вот блок оценки клинического мышления или клинически ориентированного мышления, она включает в себя не только, условно, вот рентгенологию, как такие, как две вещи в рентгенологии, да, описание протокола и заключение. В общем-то, это логика определенная. То есть, будут вопросы о том, а вот по клинической картине будут вопросы по тому, что делать в дальнейшем, допустим, да, при какой-то патологии. То есть, будут не только вопросы, касаемые рентгенологически, но и в целом вообще, ну, как бы клинические, вот именно клинические случаи, да, то есть, нерентгенологические случаи. Поэтому нужно быть готовым к тому, что вы будете давать какие-то рекомендации, ну, с вас будут спрашивать какие-то рекомендации или будут с вас спрашивать какие-то вопросы, которые не только относятся к рентгенологии, но к клинике. Можно дальше. Ну, и, в общем-то, то, что мы уже сказали, И то, что Валентин Евгеньевич уже сказал, да, если у вас есть сомнения, не тратите свое время, приходите к следующему вопросу, вы можете вернуться к незаконченным вопросам. Так что, ну, наверное, так, в принципе, все, Валентин Евгеньевич, что-то еще добавить, может быть? Нет, нет, я думаю, что мы еще в конце, по ходу, я думаю, что по ходу демонстрации экзамена. Теперь вот главная часть, разве чего мы с вами собрались, это, конечно, вот как они по-английски говорят, тизер, mock examination, то есть это имитация экзамена, это, конечно, не полный экзамен, потому что, во-первых, вы не контролируете это презентация PowerPoint, я буду листать слайды, поэтому времени будет меньше, но это вот именно шоу, чтобы вы поняли, как выглядят эти вот тестовые вопросы на экране. Ну, у вас будет минутка, чтобы самому подумать, как бы вы на них ответили, а через минуту, две там на экране будут ответы, вот, потому что реально у вас будет больше времени на ответы на этот вопрос, Олег вам об этом говорит, да, там по 90 минут на каждую секцию, ну и вопросов будет больше. То есть это вот кусочек, чтобы вы поняли, я думаю, что вы убедитесь, что, в общем-то, вопросы не страшные. Вы видели, кстати, что по структуре из разных областей, например, больше всего там вопросов по абдоминальной радиологии, таракальной, нейрорадиологии, мышечно-скелетной, чем вы занимаетесь каждый день, да, а, например, по педиатрической радиологии, там по объему в три раза меньше вопросов, чем, например, по абдоминальной общей и так далее. То есть, в принципе-то, ничего в этом страшного нет, вы это увидите. Ну, давайте мы начнем. Мы начинаем, как бы, у нас первая часть экзамена, значит, вопросы с множественными вариантами ответов, они переведены на русский язык. Какие из предложенных изменений по данным КТ характерны для болезни Кроны и ее осложнения? В этом задании может быть более одного правильного ответа. Ответы, вот, подумайте, как бы вы ответили, да, где бы вы поставили крестик, да, гавочку, где да, где нет. Что это может быть? Какие изменения? Мезентериальная лимфоденопатия, уменьшение размеров селезенки, в острую фазу процесса отмечается отсутствие накопления контрастного препарата стенкой кишки. Я уже, видимо, кликнул, уже одна галочка появилась. В острую фазу процесса отмечается отсутствие накопления контрастного препарата стенкой кишки, мезентериальные абсцессы и фиброзно-жировая пролиферация, разрастание субсирозной ткани. Если, например, я что-то поставил неправильное, могу нажать сбросить выбранные ответы. То есть пока вы не нажмете сейф, да, сохраните, продолжить далее, ваши ответы не фиксируются. Помните, о чем я говорю, Олег, если вы нажмете скип, то у вас не будет ответов на этот вопрос вообще, и вы к нему можете вернуться потом. Если вы нажмете сохранить и продолжить, то все, ваши уже ответы зарегистрированы, изменить ничего нельзя. Ну вот подумайте, как бы вы ответили, и мы с вами нажимаем дальше. Значит, что у нас? Лимфоденопатия, да, отсутствие контрастирования стенки кишки нет, могут быть, могут быть мезентериальные абсцессы, может быть фиброзно-жировая пролиферация. Вот из пяти вопросов три правильных ответа. Ну, если помните, вам, Олег, говорю, вас не штрафует, если вы из трех ответите два правильно, ну, значит, два правильно, будет учиться в баллах. Два тоже хорошо, лучше, чем один или чем ничего. Вверху, видите, вот это слайд, это счетчик не бежит, но в целом вот он вам показывает общее время и временное выполнение данного ступени задания. Следующий вопрос из маммологии. Какие типы кальцинатов определяются на данных изображениях? Может быть, более одного правильного ответа. Мелкие линейные кальцинаты, мелкие гетерогенные плеиаморфные кальцинаты, сосудистые кальцинаты, кальцинаты по типу попкорна, крупные кальцинаты. Еще обратите внимание, я не могу это показать на слайде, но вот на реальном экзамене, видите, здесь стоит увеличительные лупы, да, то есть вы сможете кликать на значок лупы, и у вас тогда будет увеличиваться изображение. Вы тогда сможете его лучше разглядывать, потому что сейчас, конечно, они выглядят маленькими, какие-то мелкие детали можно не увидеть. Ну вот давайте теперь посмотрим на правильные ответы, да, значит, какие, какие видны, как мы можем назвать эти кальцинаты вот на данных маммограммах? Не линейные, не мелкие, сосудистые мы видим и крупные, да, сосудистые и крупные, по типу попкорна мы не видим. Вот так. Третий вопрос. Мышечно-скелетная радиология. Что можно, что правильно в отношении болезни Пейджета? Может быть несколько правильных ответов. Выраженность клинических симптомов соответствует ринвагическим данным, то есть есть прямая связь. Кости таза поражаются чаще всего. Большинство случаев это палеосальное множественное поражение костей. Может трансформироваться в саркому в 15-20% случаев. Может быть причиной базилярной инвагинации черепа. Подумайте минуточку, как бы вот вы ответили. Прочтите еще раз эти вопросы. И давайте посмотрим на правильные ответы. Правильный ответ у нас следующий. Первый вопрос неправильный. Второй. Правильный ответ второй. Кости таза поражают чаще всего. Чаще всего палеосальное поражение. В саркому в такой частотой не трансформируется. И да, может быть причиной базальной инвагинации черепа. Вот три правильных ответа. Дальше. Какие из перечисленных аномалий характерны для синдрома морфана? Тоже может быть несколько правильных ответов. Келевидная деформация грудной клетки. Пектус коренатум. Дальнозоркость. Расширение легочных артерий. Арахнодоктилия. Или воронкообразная деформация грудной клетки. Пектус экскаватум. Вот это, мне кажется, достаточно простой вопрос. Но подумайте. Опять же, вот пять вариантов. Телевидная деформация. Расширение легочных артерий. Арахнодоктилия. Воронкообразная деформация грудной клетки. И давайте посмотрим, что... Конечно, любые тесты, знаете, они всегда могут быть спорными. Вы все, наверное, многие из вас участвовали в салене тестов. Иногда они допускают какую-то неоднозначную трактовку. Но авторы пытались давать самые типичные ответы. Самые частые. Не уловите вас на каких-то мелочах. Поэтому старайтесь находить очевидные ответы. Келевидная деформация грудной клетки может быть. Дальнозоркость нет. Расширение легочных артерий может быть. Арахнодоктилия может быть. И воронкообразная деформация грудной клетки тоже может быть. Вот четыре правильных ответа из пяти. Видите, да? Как тоже такое... Коварство такое. Мышцескелетная радиология. Про остеоид и стому. Какие из перечисленных утверждений правильные? Может быть, несколько правильных ответов. Первое. На КТ мы видим четко определяемый округлый овальный нидус. Очаг до окруженной склерозом. При локализации позвоночника течет бессимптомно. Редко сопровождается отеком костного мозга. Размеры всегда при диагнозе больше четырех сантиметрах. При локализации позвонков чаще располагается в задних отделах. Подумайте, в общем, такое достаточно, так сказать, я бы сказал, коварно сформулируемые вопросы. Смотрим на ответы. Первое. Да. То есть мы видим нидус, окруженный склерозом, классическое проявление. Нет. Второй вопрос неправильный. Третий. Нет. Соправдая. Слово редко неприемлемо. Размер тоже не играет роли. При локализации позвонка, да, располагается чаще в задних отделах. Вот. Дальше. Какие из перечисленных опухолей, это уже нейрорадиология, из перечисленных опухолей чаще всего обозвестляется. Опять же, может быть, несколько правильных ответов. Олиго-дендроглиома, глиобластома, менингиома, ганглиоглиома, астроцитома. Подводите. Тоже такой вопрос, конечно. Значит, вот пять видов опухолей. Подумайте, что вы о них знаете. Давайте посмотрим на правильные ответы. Олиго-дендроглиома, да. Для нее это типично. Глиобластома нет. Менингиома, да. Ганглиоглиома нет. Астроцитома нет. Вот два правильных ответа. Седьмой вопрос – это сосудистая радиология, да. Нейрорадиология, наверное. Установите правильный диагноз по данным изображениям. Видите, здесь другая формулировка. Здесь вопрос не на знание, а на интерпретацию изображения уже. Значит, что мы видим? Представленные катедрии после контрастирования ангиографии. Опять же, можно увеличивать в реальной ситуации. Это кавернозная мальформация правой орбиты. Или это анеуризма правой внутренней сонной артерии. Или это нормальный вариант анатомии. Или это каротидно-кавернозная фистула. Или это воспалительная псевдоопухоль правой орбиты. Подумайте. Посмотрите на изображение, пожалуйста. Да, еще важно добавить, что в этом вопросе только один вариант ответа, да? Да, на полбитии надо внимательно читать. То есть нам облегчают задачу. Вы видите, здесь единственная подсказка, да? Но опять же, знаете, иногда можно сказать, ну а может быть в редких случаях. То есть, смысл, что наиболее типично, наиболее вероятно. Раз один, тогда вы выбираете по ответу наиболее вероятно. То есть мы тогда смотрим, что наиболее вероятно. Нет. Анеуризма нет. Норма нет. Каротидно-кавернозная фистула да. И воспалительная псевдоопухоль нет. Ну, я думаю, что это был несложный вопрос. Дальше. Рентгенограмма грудной клетки. Таракальная радиология. Вы видите, это пациентка, 24 года. На некоторых снимках есть подсказки, кто это, да? И какая клиника рентгенография. Значит, вопрос. Мы видим тень, да? В средостении. Что это может быть? Может быть несколько ответов в данном случае. Не один, а несколько. Тимома, экстрамедулярный гемопоэс, лимфома, нейрофиброма, аденопатия, корни правого легкого. Подумайте. Да, учитывая, что у нас с вами, да, значит, молодая-молодая женщина, 24 года. Тимома, экстрамедулярный гемопоэс, лимфома, нейрофиброма. Посмотрим на правильные ответы. Тимома, да, конечно. Экстрамедулярный гемопоэс нет. Лимфома, да. Нейрофиброма нет. Аденопатия корня правого легкого нет. Вот такие правильные ответы нам предлагаются. Я думаю, что с ними трудно не согласиться. Последний из вот тестируемых вопросов. Достаточно сложный, потому что здесь вот то, что говорил Олег. Здесь с вас требуется и знание клинической медицины, то есть вот принципов лечения, диагностики, этиологии болезней. Значит, смотрите, мужчина 50 лет, у него лихорадка, проблема с ночи-испусканием. Какие из перечислилых утверждений правильные? Может быть, более одного правильного ответа. Первое. У пациента декомпенсированный диабет и задержка моче-испускания являются факторами риска. Вот того, что мы видим на КТ-изображении. Для лечения данного состояния необходимо применение антибиотиков и дренирования мочевого пузыря. Третье. Дифференциальный ряд. Необходимо включить мочепузыр на кишечный свитч. Четвертое. Линейное или овальное скопление газа стенки мочевого пузыря, по данным КТ, обычно характерно для этого состояния. Не говорится, какого состояния, подразумеваемого состояния. И пятое. На этиологию. Большинство инфекционных поражений такого типа вызваны золотистым стафилококком. Стафилококкс ауреус. Подумайте. То есть, видите, большинство вопросов, они вообще, и, по-моему, из пяти вопросов, только один касается на два. Напрямую лучевой диагностики. А все остальные – это вопросы общего урологии и выбора методов лечения. Ну, давайте тогда посмотрим, что нам предлагается в виде ответов. Декомпенсированная диабета, залежка мочепутания – факторы риска. Развитие такого состояния. Для лечения, конечно, требуется применение антибиотиков и дренирование, катетеризация мочевого пузыря. В дифференциальный ряд, да, нужно включить мочепузырный кишечный свитч. Четыре. Линейные или овальные скопления газа в стенке мочевого пузыря. По данным КТ, обычно характерны для этого состояния, да, то, что мы с вами видим. И пятое, что чаще всего это стафилококк. Нет, не стафилококк, да, это, не знаю, там, кишечная палочка, не знаю, что подразумевало, но явно не стафилококк. Все. Мы тогда закончили с короткими вопросами. Мы теперь короткие клинические случаи, но, в принципе, те, что и мы используем при введении семинаров, да, экзаменах для ординаторов, это вот то, что мы называем короткие клинические случаи, несколько изображений, краткое описание клинической ситуации. С вас требуется, значит, быстро сориентироваться и сказать, что это может быть. Мужчина, 47 лет, с ожирением. Жалоба на небольшую шишку, да, там, какой-то узелок около правого соска, и мы выполнили, значит, маммографию правой и левой молочной железы в двух проекциях. Опять же, в реальной ситуации изображение можно увеличить, вы их видите на экране. Пока вот вам клиническая ситуация изображения. Дальше, дальше, дальше вопросы. Значит, укажите зону с патологией. Кликните в центр патологических изменений. Вы сейчас это сделать не можете. Я могу это сделать за вас, но я думаю, что вот эта задача у вас, сложности у вас с ней не будет, потому что особо кликать некуда. Вот мы указываем зону изменений. Теперь вопрос. Какие из перечисленных утверждений лучше всего характеризуют патологические изменения? Может быть, более одного правильного ответа, обратите внимание. Первое. Это вариант нормы. Второе. Образование имеет повышенную плотность. Третье. Это артефакт на коже. Четвертое. Мы видим микрокальцинаты внутри этой структуры. И пятое. Это гранулема по типу шарапнели. Такого рассыпного типа. Подумайте, какой бы вы дали правильный ответ на такие коварные вопросы. И теперь посмотрим на правильные ответы. Значит, это не норма. Повышенная плотность, да, конечно. Это не артефакт. Кальцинатов нет, не видно. И это не гранулема по типу шарапнели. Соответственно, теперь от вас спрашивается, какой же подходит самый правильный диагноз. Ваш выбор номер один при наличии подобного образования. Один ответ. Один правильный ответ. Это гистоплазмоз. Старое гранулематозное изменение. Это гинекомастия. Это участок жирового некроза. Это неопределенное поражение, однако его злокачественность маловероятна. И последний вариант наоборот. Вот это определение, поражение неопределенного характера, но более вероятно, что оно злокачественное. Вот. Подумайте немножко. Вот эти пять вариантов. Гистоплазмоз, гинекомастия, жировой некроз, неопределенное образование, либо доброкачественное, либо скорее вероятно. Байридс-3, да, либо вероятнее всего злокачественное. И посмотрим на правильные ответы. Гистоплазмоз нет. Гинекомастия – да. Ну, в принципе, можно дальше уже не идти. Все остальные ответы неправильные. Да, потому что только один правильный ответ – гинекомастия в такой ситуации. Следующий вопрос. Наверное, это вопрос из области интервенционной радиологии. Ну, тоже вот что значит интервенционной. Нам же не предлагают куда-то катетер поставить. То есть это интерпретация изображения. Может быть, это сосудистая радиология. Я не знаю, что авторы имели в виду. Это интервенционная или нет. 46 лет. Женщина. У нее злокачественная артериальная гипертония. Повышен креатинин. По данному УЗИ почки нормальные. Ей с диагностической целью выполнили ангиографию почных артерий. Сейчас вы увидите это еще изображение дальше. Вот изображение. Вам предлагается крестик. Поставить крестик в ту зону, которая вам кажется подозрительной. Которая вызывает ваши самые серьезные подозрения. Я не знаю, куда бы вы поставили крестик. На Орту, на верхнеброжилищную артерию. Ну, еще или на почную, на левую, на правую почную артерию. Что вам не нравится. Ну вот, нам предлагается, что все-таки вызывает сомнение устья вот этой почной артерии. Соответственно, нам предлагается теперь ответить, может быть, более одного правильного ответа, что это выявленные при ангиографии изменения. Чему они соответствуют? Первый вариант. Локальное сужение левой почной артерии. Либо фиброзно-мышечная дисплазия правой почной артерии. Видите, здесь все время идет, вот нас путают лево-право. Анавризма инфраоргинального отдела ООНТ. Анавризматическое расширение правой почной артерии. Или локальное сужение правой почной артерии. Подумайте, как бы вы ответили. Что интересно, что говорит, что может быть несколько правильных вариантов. Что усложняет, конечно, ситуацию. Подумайте, да? Ну, да, пока думают еще. Хотел добавить, Антон Евгеньевич, по поводу тоже вот этого небольшого путания. Надо все-таки читать хорошо сам вопрос. То есть там иногда есть вопросы, что в данном случае не является характерным. То есть как бы от обратного. Обратный формулер. Так, смотрим на правильный ответ. Слева нет. Нефиброзно-мышечная дисплазия. Симптомы отчеток нет. Анавризма, конечно, нет. Анавризма правой почной артерии нет. Стеноз. Локальное сужение правой почной артерии. Так. И теперь, вот видите, отличие от предыдущих вопросов, что вам предлагается написать наиболее подходящий диагноз. По-английски или по-русски. Если будет эта часть по-русски, можно написать по-русски. То есть в принципе просто написать два слова, три слова. Что вы видите? Даже не предложение. Что это может быть? Что это может быть? Это стеноз правой почной артерии. Собственно говоря, в соответствии тому, что было написано в предыдущем слайде. Но это еще не все. И последний вопрос про действия, лечебная тактика. Что делать? Может быть более одного правильного ответа. Усилить терапию, добавить еще один антигипертензивный препарат. Помните, у нее резистентная злокачественная гипертония. Сделать КТ в динамике. Посмотреть, стеноз нарастает или нет. Отправить пациентку на эндоваскулярное лечение. Либо направить ее на уже прямое сосудистым хирургу, на хирургическое лечение. Либо еще добавить антикогулянтную терапию. Подумайте. То есть это вот здесь уже, собственно говоря, лучевой диагностики практически нет. Опять же, да, это вот вопрос. То, что сейчас требуется у современного рентгенолога, что вы должны быть ориентированы в принципах современных методов лечения. То есть наставание ваших диагноза, исследования, давайте дальнейшие рекомендации. Ну, если вы подумали, то давайте посмотрим, что нам предлагают авторы теста. Нет, дальше лечить бессмысленно. Еще ничего не даст. Гипертония резистентная. Ждать нечего. Лучше всего это эндоваскулярное лечение. Хотя, конечно, честно говоря, хирургическое лечение тоже возможно в такой ситуации. Но все-таки действительно можно согласиться, что... Хотя, видите, тут более два. Это может быть либо или, или, мне кажется. Но метод выбора эндоваскулярное лечение. Да, потому что там меньше осложнений, эффективность такая же. Антикогулянтная терапия не нужна. Последний вопрос в демо-версии из коротких кейзов. Нейрорадиология. 68 лет. Мужчина. Вы видите, что мужчины судорожные припадки. Это не случайная находка. Он не асимптомный. У него судорожные припадки. Это важно. То есть она мне из коротких, но есть такая очень важная подсказка, что у него судорожные припадки. Теперь вот вопрос. Вы видели, да, вот Т1, Т2 взвешенное изображение. И, да, геограмму вопрос. Кликните в центр патологических изменений. Мне кажется, вот это самые, самые легкие части этих экзаменов. Понятно, что это несложно сделать. Вот мы кликнули, отметили. Теперь вопрос. Может быть более правильный ответ. Здесь, видите, как вопрос. Дивдиагноз. С чем, какой у нас выбор? О чем мы можем думать в такой ситуации? Это может быть, не знаю, там, тромбированная артерия венозной мальформации. Это может быть глиобластома. Это может быть кавернозная ангиома. Это может быть абсцесс. Это может быть метастаз. Подумайте, да. Значит, то мы можем выбрать, что это может быть. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Значит, это может быть, как что-то предлагается, как правильные ответы. Артерии венозной мальформации нет. Глиобластома, конечно, нет. кавернозная ангиома до абсцесс нет и метастаз то допустим совместить продукт распада крови почему нет может быть метастаз дальше но все-таки если выбирать между метастазом и кавернома да какой наиболее подходящий диагноз опять же фактически вы пишете просто вот название название патологии до ответ какой наш ответ метастазами кавернома кавернома логично да и следующий вопрос опять же по лечению какие вот ваше мнение рекомендации по лечению что дальше делать или не до обследованию нужно до обследовать и сделать ангиографию нужно выполнить биопсию этого образования нам мы сомневаемся что это такое ничего не делать наблюдать выполнить анализ ликвара дополнительно до либо отправить больного на лучевую терапию или хирургическую терапию помните уже судорожные припадки тоже подумайте об этом что здесь опять обратите внимание могут быть варианты но здесь там говорится что по есть подсказка что правильный ответ только один да это же правильный ответ последний радиохирургии или хирургическое лечение но тоже в общем учитывая что больной симптомные трудно трудно не согласиться наверно уже биопсировать это не надо и последняя часть это то что вы говорили это часть которая не проводится на русском небу не планируется в проведении на русском языке это вот как была устная часть когда вас сажают перед монитором рабочей станции как олег говорим там это не powerpoint когда вы за эти экзамен это специальная оболочка программа туда встроен мини-дайком viewer который обладает базовыми функциями по увеличению уменьшению изменению окна уровня и ширины окна значит и вы там листами изображений и так далее и поэтому 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 значит выйти клинические данные совершенно краткий мужчина 50 лет ничего не знаем что у него было он жалуется на на дышку все у него одышка дальше вот изображение еще раз вам который вы можете увеличивать менять окно значит и вы должны перечислить аномалии до аномалии которые значит вы видите на этом изображении виде но симптомов то есть опять же не нужно писать предложил как в описании до что на изображении визуализируется за множество затемнение пишите что увидите затемнение узелок от эректаз опухоль кальцинат вот такие вот слова но они должны быть по-английски да то есть вот ну хотя бы подумайте вот сформулируйте по-русски потому что здесь много много чего есть в общем здесь да такая картина конечно весьма 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 внушная что вы видите еще и еще тут как бы как как у нас в протоколах пишем мы всегда да в ангелологических там что-то есть а чего нету там недавно макароксами файнинг это отчего нет из важных находок да ну не знаю например нет анавризма орден уже такое вот чего не а или вот тот то что мы пишем там нет пневмоторакса нет гидроторакса там нет очаговых инфильтративных изменений нет и моторакса и так далее да вот чего из важного то что важно вот собой критическое состояние чего нет важно ну чтобы было понятно давайте посмотрим как они вот как сашим опыт и чок бы это нам написал то здесь написано что вы что мы видим двусторонние узелки в легких различных размеров до узел очаговые узелковые поражение людьми их области сливных после сливной плотности да то есть углу затемнение уплотнение в верхних долях с двух сторон кальцинаты с обширными да то есть мы видим мы увидим обширные обширные кальцинаты сливающие между собой но может быть здесь на powerpoint это может быть не очень очевидно это нужно смотреть большое изображение мы это увидим дальше будет кт пневмоторак справа в правосторонний пневмоторакс нет да это вот про негатив фоникс нет пленета жидкости поливральных полостях и деформация корней легких назовите их расширением искажением деформации корней легких вот там что предлагается как правильный ответ дальше кт я думаю что для всех наверное это уже легче и понятнее здесь мои кальцинаты видим значит перечислите пожалуйста что мы видим на кт вот только что у нас была рентгенограмма а теперь у нас кт значит тоже вы видите да что можно листать вот здесь ползунки до листать эти изображения менять окна потому что дайком вверх вот в данном случае вот что есть да то есть в реальной ситуации у вас будет все полное к это исследование все 100 там 20 срезов да но там нет мпр то есть там будут просто вот записаны 123 до реформата фронтально где вы можете менять окно и вот 117 аксиальных срезов где тоже вы можете менять окно при просмотре просматривать перелистывать все 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 изображения то есть это совершенно вот соответствует реальной клинической практике не как шорткейс вот тебе одна картинка скажи что это такое здесь вы смотрите на весь объем тем не менее подумайте что мы могли бы написать но честно говоря я думаю что в принципе наверное можно легко перенести в этот список все то что мы если вы правильно описали видели на рентгенограмме потому что это все есть плюс мы видим до множественные значит узелки в легочной ткани то что мы видим здесь мы видим буллы значит мы видите периферические буллы то что мы с вами не видели на рентгенограммах но это труд труд трудно увидеть дайте эти буллы а все то же самое мы видим зоны сливного фиброза на кт где содержатся вот эти мелкие мелкие точные кальцинаты вы видите увеличение лимфатических узлов в корнях тоже с кальцинатами и мы видим свою право правосторонний пневмоторакс дальше вопрос для чего это может быть характерно да опять же по-английски да здесь написано да что это может быть системный склероз муковисцидоз двусторонний рак легких либо это острый бронхолегочный туберкулез либо это силикоз сложный вопрос да потому что сложная такая очень сложная легочная патология множественная хроническая да за что это системный склероз муковисцидоз двусторонний рак легкого острый бронхолегочный туберкулез либо силикоз значит здесь написано то что только один ответ правильный уже легче значит нам говорится что только один ответ правильный ну наверное вы решили какой один ответ правильный подумайте для себя вот сконцентрируйтесь какой ответ правильный и что нам говорят нет 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 силикоз ну наверное да силикоз да ну вот собственно все было показали такой кусочек экзамена теперь давайте я почитаю ваши вопросы что у нас есть да значит а интересно да вопрос противого здесь был вопрос немножко такого да мне очень приятно что с нами наши друзья из белоруссии сергей хорожук и я так помешник призыва коллег простой мы сейчас я скажу были вопросы кто рентгенолог то радиолог значит это наша вечная болезнь и считаю что было хорошо перейти как например там прибавки да на англоязычную нуменклатуру но в россии и от можно верно вопрос из минска да в россии рентгенологом называется то что в западной медицине называется радио джесса человек который занимается рентгенографией маммографии кт мрт и узи если он это освоил до ардиологом называется врач который занимается ядерной ядерной медицины вот это вопрос терминологии да плюс у нас еще есть лучевая диагностика которая является спи научной специальностью специальностью вака который синоним а в классификаторе специальности минздрава это называется рентгенологии про ядерную медицину я думаю что врач ядерной медицины с диплома радиолога врача по ядерной медицине насколько я Я знаю, Олег, меня поправит, к этому экзамену не подходит, потому что пока куррикулем в основном сосредоточен именно на радиологии, да, на… Да, да, именно так. Но в него уже включена ядерная медицина, которая там называется hybrid imaging, то есть там требуется знание основ ядерной медицины. И в виде ближайших перспектив, потому что, вы знаете, сейчас чистой же ядерной медицины больше нет нигде, и это очень большая дискуссия в западных странах, где в очень многих западных странах заключение ПЭДКТ подписывают два врача – рентгенолог и радиолог, что, в общем, не очень правильно. Там есть сложные отношения между европейским обществом ядерной и медициной и радиологией, и они не очень между нами говорят, как бы, пока, так сказать, друг друга понимают. Поэтому Европейское общество радиологов создало дочернее общество, European Society of Hybrid Imaging, который является дочкой ИСИАРа, и в прошлом году в Россию приезжал президент этого общества и бывший президент ИСИАРа Европейского конгресса профессор Катерина Риклун. И мы это самое… То есть Европейское общество радиологов вообще говорит… В куррикулум предусмотрено, что вы можете последние два года изучать ядерную медицину и получить право интерпретировать ядерные изображения, лучевые изображения гибридные. Но, возвращаясь к экзамену, я могу сказать, что специалист по ядерной медицине, если вы чисто специалист по ядерной медицине, вы на этот экзамен, скорее всего, вас не примут. Вот. И поэтому в названии общества, тот, что у вас Сергей Хорожук, Российское общество, где специалистов и рентгенологов, специалистов по ядерной медицине и медицинских физиков. То есть такое тотальное общество. Вот. То есть мы объединяемся всех специалистов, которые имеют отношение и рентген-лаборантов, и техников, и там, кто у нас еще есть, да, и там, радиохимиков. Всех людей, которые занимаются вот методиками, имеющие отношение и по ультразвуку к ядерной, к лучевой диагностике. Это вот про Россию. Значит, про стоимость. Еще раз я начинал, да, потому что экзамен ИСР содержит большую структуру, которая называется EBR, Европейский Board of Radiology. Тестовые задания меняются. Вот то, что мы вам показали сейчас, эти задачи никогда больше не появятся в экзаменах, да, там есть демо-версия. Поэтому это достаточно стоит денег. Поэтому стоимость экзамена 400 евро, да, то есть вы заранее платите эти деньги. Значит, если вы эти деньги не заплатили, вы в экзамене участие не принимаете. Если экзамен не сдан, деньги, конечно, не возвращаются. Для российских, белорусских, я не знаю еще, из каких стран нас слушают участники, это, конечно, для наших зарплат это большие деньги. Вот, поэтому вам решать, вот насколько это. И единственное, что ИСР говорит, что они иногда идут на скидки, ну, какие-то там 20-25% для национальных конгрессов. В частности, вот если экзамен будет в России, они говорят, что мы готовы пойти, насколько я помню, на 20-процентную скидку. То есть это будет, соответственно, сколько там, 300, Олег, сколько это, 320 евро, наверное, это будет, да, а не 400. Ну, это вот, к сожалению, такое условие, то есть экзамен не бесплатный, тоже мы должны в этом отдавать себе отчет, да, что он не является бесплатным. Ну, и вот, и еще раз, сейчас я еще почитаю вопросы. Какой процент экзамена, я сейчас попрошу Олега прокомментировать. Да, по поводу проходного процента, процент на самом деле несколько варьируется, он зависит от общего, так скажем, процента, на который сдали все участники экзамена. Вот, поэтому он высчитывается из него, там нет прям такого. Понятное дело, что, наверное, если человек сдал 30%, наверное, все-таки это будет нет, но где-то приблизительно около 65-70%. Они смотрят, как сдали все, и определяют порог отсечки по сдавшим, то есть он меняется, может меняться от года в год. Олег, насколько я знаю, по статистике обычно сдают процентов 80, да? Да, достаточно большое количество людей, которые сдают этот экзамен, они сдают его все-таки. Сдают примерно 80-70% людей, которые приходят на этот экзамен, они его сдают. То есть процент успешный, больше 15% ему сдать, чем не сдать. Вот, был вопрос, человек 3 года отработал хирургом, потом прошел интернатуру, отработал 2,5 года. Ну, строго говоря, получается, что у вас стаж 3,5 года, помните, там указано 4. Ну, вопрос, какие вы представите бумаги, если вам подпишут, это же мы говорим на сегодняшний год, экзамен будет через полгода уже, да, или там в Вене, да, то есть через полгода вы уже будете под это подходить. У вас 3,5 года стажа, вам нужно всего 6 месяцев еще стажа, и у вас будет суммарно 4 года работы рентгенолога, вы можете, ну, да, ПТКТ подписывает рентгенолог, врач раздатный герносик в Белоруссии, понятно, да? В России обычно подписывает врач, у которого есть сертификат по ядерной медицине, вот, но хотя, желательно, конечно, ну, не обязательно, желательно, чтобы этот человек знал еще, конечно, с моей точки зрения, лучевую диагностику, но у нас тоже сейчас такой переходный период, я думаю, что тоже эти вопросы будут меняться, да? Значит, двух бумаг, как взять такую бумагу в РОР? Пожалуйста, вы пишите, у нас есть письмо на РОРе, мы уже даем такие бумаги, если вы скажете нам, пришлите мне, пожалуйста, письмо с печатью, подпись, что я являюсь членом РОРа, это совершенно не вопрос, у нас есть администратор, вот, корневой адрес, там, администратор Russian Radiology.ru, Анна Метелец, она очень хорошо отвечает на эти все письма, и, как бы, всякая, и там, когда нужно, мне пересылает или нашим коллегам из общества. Кстати, я могу вам сейчас сказать, что мы еще сейчас улучшили немножко ситуацию с оплатой членских взносов, мы ввели Яндекс.Кассу, то есть теперь, если раньше это можно было платить там по реквизитам через какой-то банк, то теперь мы ввели, вот, как вы все привыкли, просто окошко, куда вы вписываете, просто вводите реквизиты вашей кредитной карты и платите. То есть сейчас оплата стала членством РОРа совершенно удобной, да. Вот Марина Алоян, да, из Армении, которую мы все хорошо знаем, спрашивает, все-таки еще раз, сколько времени занимает весь экзамен, и там, сколько занимает третий, сколько вопросов третий, пожалуйста. Коллег, еще раз повторите, пожалуйста. 90-90. Да, по полтора часа идет каждый из частей экзамена. То есть три части, по полтора часа с перерывом, да, с полчасовой или часовым перерывом. То есть реально это целый день, да, то есть там четыре раза фактически, ну, не четыре, ну, да, фактически, да, фактически семь часов практически, да. Ну, когда я сдавал, там была еще устная же часть, а устная часть обычно переносилась на следующий день, то есть первые две части сдавались в один день, а третья часть сдавалась в один день. Вот здесь вопрос, есть ли курсы подготовки? Курсов подготовки пока нет. Если это пойдет широко, может быть, мы такие курсы и введем, но вот пока мы только, да. Ну, да, российских нету. Да, вот есть вопрос. Планируется ли проведение в Москве? Как раз я вначале говорил, что смысл, почему мы так оживились с этими вебинарами, что во время Венского конгресса у нас было отдельное совещание с европейским бортом радиология, и это наше желание. Мы бы очень хотели, я считаю, что это большой шаг подталкивания нас всех к работе по европейским стандартам. Даже можно говорить, что это не нужно, это не нужно Минздраву, не нужно нашему главному врачу, это вам нужно. Мы хотим быть, нам всем нужно на одном уровне с западными коллегами, и это будет тащить дальше. Мы будем строже относиться к требованиям, к стандартам, мы будем постоянно говорить нашей администрации, руководителям здравоохранения, что вы должны принимать новые правила, новые законы, которые соответствуют мировым стандартам, потому что в нашей стране, в России, ну и во многих соседних странах, эти все вещи, они недалеко ушли от советских времен. То есть мир изменился, а все наши стандарты, они уровня 30-летней давности. Я думаю, что я никого не обидел. Ну, как общество называется, это как бы в Беларуси, это ваше дело, неважно, как оно называется, важно, что написано в уставе, чем оно занимается. Если я проходил интернатуру по хирургии, а потом по УЗИ, 6-месячной по рентгенологии, мне стаж более 15 лет по рентгенологии, да, вы можете, нет, вы можете его сдавать, потому что главное, что у вас есть диплом рентгенолога, и у вас имеется стаж, достаточный стаж работы по этой специальности, а длительность вашей первичной стажировки изо всех вот особенностей всего, что было в нашей стране, он значение, это вопрос от Александра Шишигина, да, он значения не имеет. Вот, поэтому еще раз я, да, к Сергею Хрожуку, что как общество, неважно, если ваше общество зарегистрировано в Европейском обществе радиологов как единственный представитель страны, то как оно называется, это уже не так важно. Просто я еще поясню ситуацию, вот, в России, к счастью, существует единственное национальное общество, и другого общества не будет никогда, да, у нас есть единственное с более чем 100-летней историей общенациональное общество, но есть страны европейские, где там по разным причинам есть два или три общества, и они все ходят в эсиары, говорят, а нет мы, нет мы, нет мы, да, мы главное. Значит, на этом эсиар говорит, мы не вмешиваемся в ваши внутренние, значит, разборки, вы между собой решите, какое у вас общество главное, и какой из вас представляет страну, и тогда мы рассмотрим этот вопрос, но мы тоже будем к этому относиться, значит, осторожно, выслушав все стороны, и будем принимать решения, но страну может представлять только одно общество, и в эсиар не входит общество, которое, например, там объединяет несколько стран, но какой-нибудь там, не знаю, там, азиатское какое-нибудь такое общество, они существуют, они хорошие, но они не могут быть представлять страну какую-то, да, то есть это должно быть общество страны. Вот, я, по-моему, ответил вот на все вопросы, которые, да, будет ли возможность сдавать экзамен удаленно? Олег, какой вопрос про экзамен удаленно? Я, честно говоря, обычно он все-таки проводит, я не слышал, чтобы он проводился удаленно, он всегда проводится во время конгресса, то есть людей собирают в отдельной комнате. Я думаю, что ответ будет нет, я могу об этом говорить. Нет, нет, я думаю, что там не будет. Я думаю, что сейчас они его не сделают. Это же все-таки, пока, по крайней мере, определенный вопрос в том, что кто будет сдавать все-таки экзамен, да? Попытаться, в общем, можно, попытаться, в общем, можно и нужно, если не жалко, ну, 320 евро, да, вот. Как можно вступить в РОР? Значит, есть сайт, если вы наберете РОР, Российское общество рентгенологов-радиологов, у вас вывалится скидка, там есть сайт об обществе, членство, членские взносы. Просто еще обратите еще одно внимание, о чем я всегда прошу, многие, у нас много членов общества, но очень многие люди, несмотря на мои напоминания, забывают просить членские взносы. И поэтому я не то, что я такой вредный, но все блага могут распространяться только на членов общества. Вот я могу привести пример, я много лет являюсь, рассматриваю заявления на гранты в фэллоушип, то есть когда, допустим, россиянину или белорусу или там украинцу дается трехмесячная оплаченная ECR-стажировка в какой-нибудь там западной клинике. Но там главные условия, с чего все начинается. Там требуется CV, там много документов, но это первое условие, что вы должны быть членом Европейского общества радиологов. Почему-то многие люди, например, из России пишут эти заявки, хорошо оформленные, они очень хорошие и достойные. А он не член ROR, то есть ECR. Если вы не член ECR, то эта заявка просто сразу выкидывается, все остальное даже не читают, понимаете? Поэтому, значит, еще раз, о чем вам напоминал Олег, чтобы подать заявку на этот экзамен, вы должны быть членом Российского общества рентгенологов. И, ну, я думаю, что, например, и, может быть, наверное, и, например, там, не знаю, там, Белорус, если он даст бумагу, что он член Белорусского общества радиологов и европейского, он может его сдать в Москве. Я думаю, что вот это вообще никаких вопросов не вызовет, да? Открывают успешные задачи экзамена про трудностей в Европе. Я об этом говорил в начале. Да, открывают, это очень большой плюс к CV. То есть, если вы будете писать заявку на фэллоушип в обществе, то есть вы будете претендовать на какой-то грант. Это очень большой плюс, потому что практически все вот эти люминерис, все светила университетов, людей, которые дают гранты, они все члены того или иного правления ECR. Это очень большой плюс. И в Европе, как мы сказали, это не является эквивалентом в большинстве стран национального диплома, но это большой плюс. То есть, если они будут выбирать вот между вами и другим человеком в Европе, у которого этого диплома нет, то практически на 99% выбор будет в вашу сторону. Потому что это очень… Все знают, что экзамен сдать непросто. Это вот, как у них написано на сайте, я вам показывал, Mark of Excellence. И я думаю, что общая тенденция идет, что возможно, что они даже скоро это примут, что они это могут принять в виде национального стандарта. Сейчас, извините. Олег, какие еще были вопросы? Посмотрите. Есть еще вопрос по поводу Европейской школы радиологии ESOR, European School of Radiology. У них действительно есть подготовительные курсы для ЕДИРа. Они проводятся на английском языке. Это однодневные курсы. Я их не посещал, но, тем не менее, они существуют. На сайте ESOR.org их можно посмотреть. Там прям по тематике однодневные курсы. Они стоят какое-то количество денег, естественно. Это не бесплатные курсы, но, тем не менее, они есть. И как бы все желающие могут попробовать съездить и туда на них, на эти курсы для подготовки к экзамену. Они, естественно, проводятся на английском языке. Ну, да. И вот сейчас вы видите на экране, да, там был вопрос, что они не видят ссылки на оплату членства на сайте. Я сейчас ее вывел на экран. И сейчас вот я в questions, я отправил send all, я отправил линк, ссылку, да, на это самое, на… Ну, тем не менее, видите, Russian Radiology, да, вот видите, общество и оплата членства. То есть все есть, да, вот видите, это на экране, вот Яндекс.Касса, пожалуйста. Или вот ниже написано, можно заплатить по реквизитам общества через, ну, как вы обычно делаете, либо через квитанцию, либо так далее. То есть здесь это все предусмотрено. Вот. Еще какие вопросы? Текст еще вопроса. Опыт работы не в России, но диплом российский. Сейчас посмотрим, может быть, это на разных браузерах, как я вам показал, я показал, я вчера смотрю на разных браузерах, вот мы на самом деле это запустили только вчера, может быть будут какие-нибудь косяки, тогда пишите жалобы, мы будем, наши программисты это исправят. По крайней мере, я когда это тестировал оплату через это окошечко в Яндексе, это все работает. Извините. Но там это не Яндекс кошелек, там, ну, и можно через кошелек, там, имелось в виду оплату через, нужно выбирать кликать на оплату карточка, а не через Яндекс кошелек, потому что я не уверен, что у всех есть Яндекс кошелек, я не пользуюсь Яндекс кошелеком, например. Если опыт работы не в российском, а диплом российский, ну да, справка потребуется, да, ну, кто-то, или найдите в Россию, кто вам напишет такую справку, подтвердит. В принципе, СР, понимаете, они же не требуют нотариально заверенных копий, вы же понимаете, как вот, да, ну, в принципе, они верят практически на слово, они рассчитывают на нашу с вами порядочность, да, и поэтому мы тоже, я думаю, что мы себя тоже будем вести порядочно, мы никого не будем обманывать, но будем действовать, как бы, по сути, да. Если это правда, что вы работали несколько лет, и я думаю, что, собственно говоря, не так важно, кто вам подпишет это письмо, там не требуется подпись, печать больницы и так далее, там просто требуется фамилия, имя, идентифицированного человека, который, если что, можно с ним связаться, проверить его подпись. То есть там не требуется что-то такое, вот как, не знаю, там, понятно, да? Да, очень приятно, да, вот у нас поздравление Луизы Тиме. Насчет казахстанского общества, или должно быть членского российского общества? Ну, смотрите, какая история. Я думаю, что, опять же, вопрос такой, мы можем его задать ИСЯР, я не имею ничего против, что член казахского общества радиологов, который наши очень ближайшие друзья, сдал его, например, в Москве, да? Но для сдачи экзамена в Вене, например, это абсолютное требование, вы полностью соответствует требованию, вы член вашего национального общества, которое признан Европейским конгрессом, и вы член ИСЯР, и вы в Вене сдаете этот экзамен. Но я буду готов, я совершенно уверен, что ИСЯР скажет, да, мы будем готовы, если вы сдадите этот экзамен в Москве. Вот. Firefox, ну Firefox, да, понятно, проверим с Firefox. Может ограничение для заграницы? Ну, может быть, может быть, это связано с войной, с Телеграмом, не знаю. Не знаю, в России, в России все работает. Вот. А теперь еще, да, Сергей, мне очень приятно, что вы такой активный, я думаю, что мы скоро с вами увидимся, поскольку я хочу встретиться с вами уже давно, да, и с вашим новым президентом и так далее. Спасибо большое, что вы участвуете. Вот. Теперь вот вопрос еще, от чего зависит, будет ли проведен экзамен? Очень просто, от числа людей, которые скажут, что мы захотим участвовать. То есть, я говорил во время первого вебинара, после окончания вот этих первых, обеих вебинаров, вот это второй, мы в ближайшие дни разошлем вам, мы получим ваши имейлы от организаторов, мы пришлем вам опросник. Хотите ли вы сдать экзамен, напоминаю, что экзамен платный, там, 8, 9 или 10, мы определим дату, в Москве, приехать в Москву во время Российского конгресса радиологов и сдать этот экзамен. То есть, я к тому, к чему это говорит, что если это будет 10 человек, то экзамена не будет, потому что общинка выделки не стоит. Если будет, ну, это будет ИСР решать, да, если это будет хотя бы 20 человек, а лучше 30, то экзамен, они говорят, мы готовы провести экзамен, тогда приедет, снова приедет Поль Паризель, и там приедет президент общества и так далее. То есть, я не к тому, они и так приедут, то есть, у нас в этом году большая программа. Я вам напомню про Конгресс РОР, у нас всегда участвует в Конгрессе Европейское общество радиологов, кто-то приезжает из президента, либо вице-президента общества, и в этом году у нас будут еще большие гости, к нам впервые приедет ИСР, все руководство Американского колледжа радиологов, которые являются, при всем уважении к ИСР, являются лидерами в написании всех стандартов и гайдлайнеров. У нас тоже большое событие, такого не было никогда, чтобы в Россию приехала вся верхушка Американского колледжа радиологов. То есть, у нас и так очень много планов, очень хороших на ноябрь, но если будет экзамен, будет совсем хорошо, но это зависит от вас. То есть, если вот предыдущая группа, там было 70 человек и ваша, если вы хотя бы, мы найдем хотя бы 25-30 человек, то да, экзамен состоится на 100%. Вот вам ответ. То есть, будет зависеть от того, что вы напишите вопросники, которые вы получите после окончания на следующей неделе. Вот. Какие еще вопросы? По-моему, по-моему, все. Я так все отметил. Да, насчет того, можем ли мы загрузить слайды. Да, после окончания вебинара, значит, через несколько дней, значит, Ибир выложит доступ к презентациям, ну, там, наверное, в PDF, да, или и запись вебинара на сайт, и вы все получите ссылку, чтобы вы могли делиться с вашими коллегами. Я пишу пока ответ. Кто-то написал по-английски. Вот. Поэтому, вот, я думаю, что мы на все вопросы ответили, поэтому смотрите, еще можете написать быстро вопрос, если что-то мы еще пропустили, если нет, тогда я вам благодарен, что в выходной день у вас 57 человек, это много для вебинара, для выходного дня, а на первом вебинаре было 71 или 73, по-моему. Я думаю, что в любом случае это все интересно. Если в этом году, так, вот Анастасия Косова говорит, что я пропустил ее вопрос про неправильные ответы. Вопрос выше про неправильные ответы. Олег, тоже посмотри, это, наверное, к тебе про неправильные ответы. Диплом. Если вы про работы в России, это я ответил. Косово, Косово, где у нас еще Косово, что там было про неправильные ответы? Так, если я правильно понимаю, если не понимаешься в multiple choice, лучше выбрать больше ответов. Олег, к вам вопрос. Ну, в общем-то, на самом деле, можно просто посмотреть ту формулу, которую мы показывали в этих 10, как бы, типсов, хинтов, в 10 советах, вот, по этой формуле посмотреть. Потому что, в общем-то, все равно эти отрицательные, неправильные ответы, они, как бы, в ноль выходят. Да. Но общая формула, которая потом считает, она учитывает и неправильные ответы в том числе. Просто она, как бы, не отнимает их. В общем, там пропорция такая. Поэтому, на мой взгляд, переборщить с количеством, наверное, не стоит. Переборщивать с количеством ответов. Ну, я думаю, что это, нет, ну, смотрите, с другой стороны, смотрите, я думаю, что частично вопрос правильный. То есть, получается, что если за отрицательные ответы неправильные ответы не штрафуют, то можно вот путем покрытия всех вроде как правильно все это ответить. Но все равно эти ответы просматривают люди, экзаменаторы, понимаете, повлияют на впечатление. Как вы отвечаете на экзамен? Ну, во-первых, там, во-первых, чаще всего, то есть, всего до четырех, да, ответов возможно. А чаще дают вам пять вариантов, да. Вот. Но если мы посмотрим на формулу, которая там была, то в формуле все равно количество неправильных ответов существует. Вот. Поэтому не стоит, наверное, даже, наверное, лучше меньше, чем больше. Как-то так. Да, вот тут еще есть вопрос, будет ли еще такой вебинар, имею в виду эту тему. Мы готовы, я готов провести его еще раз. Тоже, может быть, мы тогда, Олег, напомни мне, мы включим это вопросник, провести ли его еще раз, может быть, вы пригласите еще гостей. Пожалуйста, мы готовы его проводить, ну, лучше в мае, да, чтобы у нас было время на подготовку к ноябрю. Столько, сколько нужно. Ну, да, этот вебинар, во-первых, будет все равно вам доступен для скачивания, там, да, для прослушивания в оффлайн, в общем-то, но... Ну, Олег, вебинар, это имеется вот мы с вами, да, живое общение, да, это можно было просто в слайд загрузить в онлайн, да, и, в принципе, он есть на сайте, это вот все это написано на сайте EBR, но когда есть живое общение, вот как мы с вами отвечаем, Ну, понятно, я просто к тому, что все равно вы получите вебинар. Если есть необходимость, то, конечно, я думаю, что Валентин Евгеньевич ответил на, будет ли еще такой вебинар, если будут запросы, напишите нам в виде вот такого фидбэка, потому что еще само ICR, Европейское общество, вы после окончания этого вебинара от них получите еще опросник, они тоже этот ответ анализируют и пишут нам, вас спросят, есть у вас комментарии, пожелания, пишите, хотите по-русски, хотите по-английски, вовсе ICR там есть несколько человек, которые свободно говорят по-русски, то есть наши люди везде, да, поэтому, вот, поэтому, пожалуйста, еще сами организаторы Европейского общества, они вас спросят, ваше мнение в вебинаре, готовы ли сдавать экзамены, интересно ли вам было, какие у вас пожелания и просьбы. Если вы хотите повторения вебинара, напишите им, мы его повторим. Все, тогда, наверное, коллеги, давайте мы поставим на этом точку, значит, мы все доступны к общению, да, по электронной почте, через сайт общества, через ICR. Спасибо вам огромное, мы бы очень хотели все вместе, да, встретиться на экзамене во время Конгресса. Хорошего дня, с праздниками и с наступающим великим праздником 9 мая. Спасибо вам большое, вебинар окончен. Спасибо вам, до свидания. Спасибо. Кристин. Yes, I'm here. Yeah, so I said goodbye to attendees. So there were some questions, and I told them that they can ask you and me when they will get a feedback form from you at the end of the webinar. Because some people said that probably they would like to get it again for the third time, we will see it. Okay, perfect. We can talk on Monday. So please, 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 the webinar is over. Thank you very much for your help, and I will be waiting for results of this webinar that you sent me for the first one. Thank you. Okay, thank you, and have a nice weekend. Thank you. Bye. Thank you, Dr. Aleph. Bye. Спасибо большое, Олег. Хорошего вам. Да, вам также спасибо, Олентин Генчук. Okay. Спасибо. Adeu, Крис. Adeu. Shane Forto. coeur. Okay. Excuse me, Dave. I like that a wooho. Thank you. Thank you. Thank you. Greatlist. Thank you. Thank you. Thank you. Продолжение следует...